Во время технического обслуживания автомобиля немаловажной или даже обязательной будет замена воздушного фильтра, так как сильно засоренный воздушный фильтр снижает эффективность работы двигателя, а некачественный воздушный фильтр не может препятствовать проникновению в двигатель посторонних частиц, которые снижают его ресурс. Поэтому сегодня мы будем сравнивать между собой 5 воздушных фильтров разных производителей и пытаться определить лучшего из них. Это фильтры от MAN, Wix, Bosch, Malle и Alcove. На первый взгляд все 5 фильтров очень похожи между собой и найти какие-либо отличия на первый взгляд практически невозможно. У фильтров идентичный внешний вид, идентичное строение, идентичные габариты и в принципе это обусловлено тем, что все они подходят для одного автомобиля, а точнее некоторых ваговских автомобилей, таких как Volkswagen Golf, Skoda Octavia и тому подобное. Фильтр состоит из фильтрующей бумаги, которая сложена гармошкой и рамки, которая изготовлена из материала, похожего на неопрен. Единожды в жизни мне приходилось держать воздушный фильтр, к сожалению не помню какого производителя, у которого периметр дополнительно был оклеен пенополиуретаном или по простому поролоном. Такая прокладка создает дополнительное уплотнение между самим фильтром и стенками корпуса фильтра. Через уплотнение грязный воздух не может проникать в двигатель и повреждать его. Если вам понравилась такая идея, то в принципе любой воздушный фильтр можно проапгрейдить с помощью ленты антискрип. Они бывают двух видов, есть из материи, есть из поролона. Нужно взять поролоновый антискрип и им по периметру оклеить фильтр. Слава богу, что лента антискрип уже идет на клеевой основе. Дополнительное уплотнение поролона может спасти и в тех случаях, когда воздушный фильтр всыхается и деформируется, из-за чего увеличиваются зазоры между фильтром и стенками корпуса фильтра. Из этих пяти моделей только фильтр фирмы Alka имеет дополнительную металлическую армирующую сетку, которая защитит его от деформаций. То есть такой фильтр невозможно согнуть и он не подвержен продольным деформациям. В то время как фильтры без такой сетки могут деформироваться. Для того, чтобы фильтры держали свою форму и так называемая гармошка не разваливалась, на них предусмотрены импровизированные ребра жесткости из такого себе полимерного материала. На всех фильтрах, кроме WIX, по два ребра. И только у WIX мы можем видеть три ребра жесткости. С обратной стороны у всех фильтров, кроме Alka, всего одно ребро жесткости. А у Alka, как мы помним, оно заменено металлической сеткой. В общем, если говорить о подверженности воздушного фильтра деформациям, то, на мой взгляд, самыми защищенными в этом плане будут фильтры Alka и WIX. Но основная задача воздушного фильтра, это, конечно же, фильтрация воздуха. И за это отвечает фильтрующая бумага. К сожалению, измерить качество фильтрации мы не можем, но зато можем измерить толщину фильтрующей бумаги. Замер толщины фильтрующей бумаги я провожу в самом тонком месте. Это фильтр WIX, и, в принципе, для каждого фильтра до съемки я производил несколько замеров, для того, чтобы выявить среднее значение толщины. В данном случае мы видим, что толщина фильтрующей бумаги в этом месте примерно 91 микрон. Среднее значение от 86 до 91 микрона. У Male бумага немного толще, примерно 91-93 микрона. Примерно такую же толщину бумаги имеет и фильтр MAN, 91-93 микрона. У Alka толщина от 75 до 79 микрон. И, как ни странно, у фильтрующей бумаги фильтров Bosch такая же толщина 76-79 микрон. Таким образом, самая толстая фильтрующая бумага оказалась у фильтров Male, MAN и WIX, потонше у Alka и Bosch. Я думаю, что толщина фильтрующей бумаги будет отражаться на качестве фильтрации воздуха. Но также мне интересно и ваше мнение, которое вы можете написать в комментариях. Помимо толщины бумаги, не лишним будет обратить внимание на ее площадь. Для этого я попробую разобрать один воздушный фильтр. В общем, так как в каждой складке фильтрующая бумага склеена по периметру, красиво разложить фильтр гармошкой практически невозможно. На этом можно потратить очень много времени, но не исключено, что в конечном итоге он где-то прорежется, прорвется. И мы не сможем объективно сравнить по длине фильтрующую бумагу. Но я это предвидел и заблаговременно посчитал площадь немного по-другому. У каждого фильтра оказалось разное количество складок фильтрующей бумаги. Я их все пересчитал и получил следующие цифры. У ВИКС 112 складок, АЛКО 114, МАН 115, БОШ 117 и МОЛЕ 119. А вот размер складки у всех фильтров одинаков, так как фильтр должен подходить под определенный размер корпуса. Он составляет 123 мм на 61 мм. Я умножил это значение, получив площадь одной стороны. Затем умножил площадь стороны на количество складок и еще умножил на 2, так как мне интересна общая площадь каждой складки с одной и второй стороны. Цифры получились следующие. ВИКС 8,004 м. КНЕХТ МОЛЕ 8,928 м. МАН 8,628 м. АЛКО 8,553 м. И БОШ 8,778 м. Таким образом, наилучший показатель мы можем видеть у фильтра МАЛЕ. При практически самой большой толщине он имеет самую большую площадь. И ему немного уступает фильтр МАН, который имеет такую же толщину фильтрующей бумаги, но немного меньшую площадь. Замеры остальных фильтров также приведены в этой таблице. На этом, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!